Слово для выступления представляется генеральному секретарю Центрального комитета Сирийского чрезвычайного партия Майор Геннадий Позак. Дорогие товарищи, вначале разрешите мне поблагодарить товарищей избранской российской коммунистической рабочей партии за организацию конференции, посвященной самому выдающемуся событию современности Великой Октябрьской цитатической революции. Эта Великая революция не только потрясла мир, но и изменила его облик. Была доказана на деле возможность построения нового общества, исключающего эксплуатацию человека-человеком, общества, признающего равенство народов и воплотившее в основном дружбу народов в рамках социалистического государства. Да, Великий Октябрь осуществил на деле мечту мыслителей-гуманистов всех времен о создании общества социальной справедливости и братства людей. Октябрьская революция победила под знаменем ленинизма, то есть под знаменем марксизма эпохи империализма и проэтарской революции. Большевики за очень короткий исторический период завершили чудо, превратив отсталую царскую Россию в тюрьму народов, в которой большинство населения было абсолютно неграмотным, в развитую страну СССР, которая через два с половиной десятилетия после победы революции смогла противостоять фашистской агрессии и этому европейскому кристовому походу против коммунизма разгромить Петхеновскую Германию и ее союзников и сателлитов освободить Европу и избавить мир от опасности коричневого чума. Советский Союз стал великой державой, да, но он был в первую очередь великой социалистической державой. То есть он стал великой державой благодаря социалистическому устрою. Руководство КПБ в тот период твердо одержало с марсистских установок, что нельзя построить социализм, не основываясь на общественной собственности, на средства производства, экономики и на диктатуру пролетариатов, политики и общества. Несомненно, ленинизм указывает на необходимость учитывания национальной специфики каждой страны в деле борьбы за социализм и при его построении. И это правильно при условии соблюдения краеугольных основ социалистического общества, общественной собственности и власти трудящихся. В настоящее время в ряде случаев мы наблюдаем абсолютно противоположные тенденции. Под предлогом абсолютизации национальных условий прошла реставрация капитализма с привлечением потока иностранных инвестиций. В правящих партиях, даже если они сохранили название коммунистических, наблюдается за силе нуборишей, в том числе и миллиардеров. А сама партия все больше и больше превращается в орудия, сровшиеся в верхушки новой буржуазии, с бюрократической буржуазии. То есть в данных странах ускоренная реставрация капитализма проходит, а где-то уже и прошла, в монопартийском путем. При этом роль коллективного монопарта играет руководство правящей партии. И этот образец находит своих поклонников в левых кругах различных стран. И это не странно. Почему? Потому что ангелевизиалисты нашли в нем пример практического воплощения их воззрений. С другой стороны, многие честные, но отчаявшиеся представители левой тенденции хватаются за него, как утопающие за соломишку. К ним как раз подходит ленинское высказывание. Больше всего приносят правитаряту вреда те люди, которые лицемерными попытками, почти научно и марксистски, не шутите, оправдывая фуртуризм. Конец цитаты. Один из левых академических исследователей Западных недавно меня спросил, разве вы не видите гигантское развитие экономики в данной стране? На что я ответил, что очень хорошо вижу. На вопрос стоит о том, кто получает основную выгоду от этого развития. То есть дело не только в производстве, но и в распределении. Мы смотрим на развитие производительных сил в его неразрывной связи с производственными отношениями. В СССР под руководством Сталина произошло гигантское развитие производительных сил на основе социалистической индукции, реализации, коррективизации сельского хозяйства, культурной революции. Это были три фактора, отражающие социалистические и производственные отношения, и которые привели одновременно к их окончательному оформлению. В свете большого, если не сказать, гигантского развития производительных сил, основанного на общественной собственности на средства производства. Тем самым начался воплощаться основной закон социализма, который сформировал Сталин, то есть обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрогривного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшивительных техники. А что касается формальной стороны дела, то есть само название той или иной партии, за которую очень держатся многие наши оппоненты, то на это ответил наш великий учитель Кармаркс, указав на то, в 18 апреля и Монапарта, в исторических битвах следует проводить различия между фразами и иллюзиями партии, их действительной природой, их действительными интересами, между их представлением о себе и их реальной суши. Товарищ Сталин перевел это философское определение на более понятный для широких масс язык, указав на важность проверки политики партии не по их лозунгам и резолюциям, а по их действиям. Наверное, вышеупомянутая проблема не стоила бы подробного обсуждения, если бы Советский Союз продолжал существовать. Но Гнаеник, порожденный в 1956 году на 20-м съезде КПСС, к концу 80-х годов прошлого века превратился в гангрену всего тела. Я не буду сейчас останавливаться на причинах победы контрреволюции в СССР и его последующем распаде, как и на распаде социалистического лагеря. Этот вопрос получил достаточное освещение в материалах муратских партий. Наша сирийская коммуническая партия тоже внесла свою лепту в эти исследования. Это во-первых. Во-вторых, дорогие товарищи, мы собрались в честь ювелирной даты такого великого события, что надо говорить о здравии, о вдохновляющем, а не за упокой. Второй фразивая слова Ленина о втором интернационале, можно сказать, что не социализм потерпел крах в Советском Союзе, а портунизм и ревизионизм, начиная с хрущевских троцкийских экспериментов, через антисоциалистические реформы экономики в 60-х годах, кончая откровенной контрреволюционной громочевщиной. Все это было постоянным влиянием чужой группы, крови, бухвазный социалистический организм, что не могло не окончиться шоком и коллапсом. Но все случившееся только подтверждает ленинскую мысль о том, что успешная борьба с властью капитала должна переплетаться с постоянной борьбой против оппортунизма и ревизионизма. Ленин обозначил методологическую основу оппортунизма очень четко и красно. Оппортунизм состоит в том, чтобы жертвовать коренными интересами, выгадывая временные частичные выгоды. Больше чем больше, если брать теоретическое определение оппортунизма в коренце-казаде. Но еще более актуальным по отношению к некоторым современным явлениям является описание Ленинам идейной основы оппортунизма. Защита сотрудничества классов, отречение от идей социалистической революции, от революционных методов борьбы, приспособление к буржуарному национализму, превращение в фетиш буржуарной легальности, отказ от классовой точки зрения и классовой борьбы из боязни оттолкнута себя широкие массы населения. Читая мелкую буржуазию, таковы несомненно идейные основы оппортунизма. Этот обитие можно повесить под портретом некоторых так называемых левых деятелей и всякого характера. Ленинизм указывает на то, что надо рассматривать проэтарскую революцию прежде всего как результат развития противоречия мировой системе эфириализма. Иосиф Сталин выделил три основных противоречия эфириализма. Это, первое, противоречие между трудом и капиталом, империализм подводит рабочий класс к революции. Второе, противоречие между различными финансовыми группами и империалистическими державами. Третье, противоречие между горстью господствующих цивилизованных наций и между сотнями миллионов колониальных и зависимых народных. По нашему мнению, эти основные противоречия империализма не только сохраняются в современный период, но они значительно обострились после разрушения Советского Союза и социалистического лагеря. Идет постоянное наступление на права трудящихся, завоеванных ими в ходе долгой борьбы. Особенно ярко это выражается в странах, где правящий класс восстановил так называемый образец либеральной экономики. Этот образец привел к катастрофическим последствиям во время циклического экономического кризиса 2008-2010 годов. После кризисный период добавил к социально-экономическим протестнениям трудящихся усиление реакции в политической сфере в ряде империалистических государств. К сожалению, ответ рабочего класса на усиление реакции и ущемление прав трудящихся не был адекватным по ряду причин. Немаловажную роль сыграло в этом распространение раковых опухоли оппортуризма и реформизма. В настоящее время становится все более очевидным и требующий доказательств в углублении противоречий между различными группами финансовой олигархии, выражающиеся в обострении противоречия между представляющих их государствами. Эти противоречия не принимали острую форму в 90-х годах прошлого столетия, когда старые, в кавычках, классические финансово-монопластические группы и империалистические государства тихо грызлись между собой за богатство бывшего Советского Союза и стран попранной народной демократии, оставляя в особой ординации самые лакомые куски вожаку стаи империалистических иен американскому империализму в свете провозглашенного однополярного мира. Но с начала 21 века ситуация резко изменилась. Резервы награбленного исчерпывались. На горизонте маячил экономический кризис, экспансионистские агрессивные тенденции империализма, особенно американского, резко усилились. На первых порах империалистические державы попытались выступить единым фронтом, но это было объективно невозможно, из-за глубокого противоречия их интересов и очень скоро противостояния из-за награбленного стали затмевать полное согласие по принципу граммежа. Противоречия между империалистическими центрами еще более усилились после циклического кризиса конца первого десятилетия этого века, ибо они были также связаны с задачей укрепления позиций, расшатанных кризисом и неутешительными для американского империализма результатами войн в Афганистане и особенно в Ираке. Специфической чертой межимпериалистических противоречий настоящего периода является то, что к старым классическим игрокам империализму США, Западной Европы, Японии прибавились новые игроки так называемых восходящие страны, только известно, куда они восходят. И как бы ни отличались между собой эти новые игроки, несомненно является господство монополии в социально-экономической сфере этих стран. В данный момент налицо резкое обострение международных положений. Межимпериалистические противоречия вылились в локальные войны, которые в большинстве случаев ведутся чужими руками ввиду опасности прямого вооруженного противостояния между империалистическими государствами и Адерном веке. Это объективный процесс. Войны – это обязательный атрибут империализма. Тут никакие призывы к миру не дают эффекта. Единственный действенный ответ – это отбор агрессоров со стороны народов, подпадающих под агрессию и интернациональную солидарность их с праведливой борьбой. Обострение между империалистических противоречий ослабляет империалистические центры и государства, что объективно идет на пользу мировому революционному движению. Ибо, как образно сказал Ленин на плену московской партийной организации, когда два вора дерутся, честные люди выигрывают. Конец цитаты. А вот на плену московской организации в 21-м году, как актуально звучат сейчас слова Ленина, сказано почти лет назад, как раз на этом пленуме, малейшая возможность усилить рост между Америкой и остальным капиталистическим миром, берись за это дело обеих руках. Конец цитаты. Очень ярко выражено в настоящий период противоречию между империалистическими центрами и странами капиталистической периферии. Если точнее, между мировым империализмом и национально-освободительными движениями в разных регионах планетах, это противоречие особенно обострилось с началом нынешнего века, когда американский империализм принял курс прямой военной агрессии, что выразилось прежде всего в военной интервенции США против Афганистана, а затем против Ирака. Ведется также постоянная подрывная работа со стороны американского империализма против антипериалистических режимов в странах Латинской Америки. В данный момент против, особенно против Иракуниевых. Американский империализм вкупе с западным европейским империализмом принял открытую агрессию против Ливии, в результате которой эта страна с некогда самым высоким жизненным уровнем населения в Африке была разрушена и в ней воцарился хаос абсолютно неконструктивный. Примечательно, что это преступление было совершено при молчаливом попустительствах всех партнеров, всех постоянных членов СОБИЗИО, что очень напоминает политику умиротворения 30-х годов прошлого века. Империалистическая экспансия в страны Африки продолжается с явным возвратом к откровенно-колонизаторским методам. Район Восточного Средиземного моря занимает особое положение в экспансионистской агрессивной стратегии мирового и в особенности американского империализма. Большую роль в этом играет сионистский Израиль. Форпост мирового империализма в данном регионе, все существование которого связано с агрессивными войнами против арабских народов и слаблющей расовой дискриминацией коренного населения, то есть палестинского народа. Иначе не может быть, ведь сионизм – это реакционное российское движение с фашистскими тенденциями, представляющее интересы еврейского финансового капитала. Поэтому центр мирового сионизма находится в США, а Израиль – только его функциональный филиал. Уже в середине 80-х годов прошлого века были составлены основные контуры плана создания так называемого Большого Ближнего Востока, которые были потом озвучены также официальными представителями американской администрации. Этот план является планом создания нового империалистического центра в регионе Восточного Средиземного моря под гегемонией сионистского Израиля и под протекторатом американского империализма. Наша партия характеризмировала этот план как план создания Большого Сиона. Сирия со своим традиционно-антипериалистическим курсом являлась основным препятствием осуществления этого завещего плана. Сирия твердо поддерживала все антипериалистические движения в нашем регионе. Она поддерживала и поддерживает справедливую борьбу палестинского народа за свои законные права, во главе которых стоит освобождение оккупированных территорий, возврат на родину и самопределение в виде создания палестинного национального государства со всеми суверенными правами. Сирия оказала неотсернимую помощь ливанскому сопротивлению в его борьбе с израильскими агрессорами. Борва ливанского сопротивления ознаменовалась большими успехами. К середине 2000 года основная территория Южного Ливана была освобождена. А когда летом 2006 года осиалисты при помощи США попытались взять реванш, их агрессия потерпела поражение. Во всем этом помощь Сирии ливанскому сопротивлению сыграла значительную роль. Сирия с самого начала оказала поддержку иракскому национальному сопротивлению против американских оккупантов. И оккупанты с позором вышли из Ирака благодаря героической борьбе иракского народа. Это было самое большое военное поражение американского империализма после его поражения в Вьетнаме. Именно после этого поражения стали слышны в ряде стран слова о многополярном мире, произносимые государственными деятельностями, которые раньше не смели говорить об этом даже шепотом. Сейчас, правда, американские военные вернулись в Ирак вследствие баланса сложившегося в регионе и под предлогом борьбы с террористическими и обскуратическими организациями, которые они сами выпустили. Но американцы вернулись под видом советников, инструкторов, авиационной поддержки и тому подобное. Это плохо. Против этого надо бороться. Но это не оккупация. По вышеуказанным причинам Сирия вызывает особую ненависть со стороны империализма и мирового сионизма. На Сирию началось наступление по всем фронтам – экономическом, политическом и впоследствии военным. Были использованы многие средства против Сирии – от приемов цветных революций до индивидуального, впоследствии и массового террора, переросшего, а затем вооруженный мятеж, качая прямой военной агрессии империалистических держав, особенно США и их сателлитов в регионе Турции в первую очередь. Но Сирия выстрела. И когда враги отчали взять Сирию целиком, разгромив ее, они взяли курс на истощение страны и ее раздел в первое время на зоны влияния, которые будут прелюдии расчленения страны по замыслу эгрессических руководств. Сирийские коммунисты видят основные задачи на данном этапе. Первое – в борьбе за защиту независимости Родины. Второе – отстаивание полного национального суверенитета. Третье – борьба за единство национальной территории. Решающим фактором стойкости Сирии является наш народ, известным своим сводоволюбием. И несмотря на все трудности войны, он выстоит. Мы, сирийские коммунисты, требуем удовлетворения нужд народа, а это требует смены всего социально-экономического курса правительства, основанного на либеральных тенденциях. Главный лозунг коммунистов в Сирии – защита Родины и защита прав трудящихся. Спасибо вам, дорогие товарищи, дорогие, за вашу солидарность с победивой борьбой с сирийским народом. Вместе победим! АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...